Это тебе, милая, и это. Все эти подарки для тебя. Вау, правда? Спасибо! Уже утро. Что принесла фея? Ключи! Мама, папа, зубная фея подарила мне трейлер. Скорее к нему. Та-да! Нравится подарок феи? И это мой трейлер. Такой жуткий, весь грязный. Это самый ужасный трейлер в мире. О нет, что же нам делать? Отмыть трейлер. Приступим. Наведем порядок внутри. Ну и вонь. Нужна правильная экипировка. Можно начинать. В пот нужно тщательно оградить лентой, чтобы никто не пострадал от этого запаха. Еще немного. И готово. Джейк, а ты сам как зайдешь? Ой, об этом я не подумал. Дай мне минуту. Я внутри. Неплохо. Надо убрать весь мусор. Расчистим диваны и выбросим старый хлам. Здесь явно давно никто не прибирался. Мусора немало. Надеюсь, мы управимся до вечера. Подушку на место. О, вкусненькая жвачка. Вот удача. Припрячу. Мы это сделали. О, да. И я заслужил лакомство. Дорогой, тебе не кажется, что чего-то здесь не хватает? Джейк? Китти? Нравятся мои переводные наклейки? Они такие милые. Наклейки? А это идея. Джейк, помоги. Украсим трейлер цветами-наклейками. Понял. Чем ярче цветы, тем лучше. А теперь приклеим их понадежнее. Украсим каждый свободный сантиметр. Я так мечтала о трейлере. А теперь сюрприз. Вау, как красиво. Кровать. Такая мягкая. Прыгай со мной. Нет. Джейк, что ты натворил? Устроил здесь пылевую бурю. Я задыхаюсь. Отправляйся в душ. Ты весь в пыли. А здесь нужно все поменять. Для начала избавлюсь от старой простыни. Чистая и красивая постель на месте. Теперь добавлю красивые подушки. Мягкий плед. И теплое одеялко. Готово. А окно украсит яркая шторка. Парочка милых светильников отправится на полки. А изголовье украсят экзотические стрекозы. Чего-то не хватает. Ну, конечно. Нужно больше света. Неоновая лента и ваты побольше. И над кроватью парит милое облачко. Ты сама это сделала. Нравится? Выключаем свет. И отправляемся спать. Я словно попал в сказку. Так здорово. О нет. Только не розовый. Ну ладно. Придется все здесь переделать. Диван готов. Теперь подушки. И застелю пол пушистым ковром. Накрою столик. Очень розовый. А еще можно украсить шкафчики. Сделано. И зона для чаепития готова. Это просто замечательно. Как в домике у Барби. Да уж. Надеюсь, и я когда-нибудь привыкну. Дорогой. Это тебя немного развеселит. Франк удался. Это был гигантский жук. Скорее крошечный. Я в трейлере спать не буду. Будем ночевать здесь. На матрасе места хватит всем. А вот мягкий плед. Коврик создаст уют. Подушек побольше. А в кресле будут читать перед сном. И добавим навес от солнца. Получилось и правда красиво. Спасибо за помощь. Папа, догоняй. Я все равно быстрее. Стоп. Хватит. Ну и запах от вас. Отправляйтесь в душ. Сейчас же. Я первая. Эй. А я? У меня есть идея. Возьму хула-хуп. В старом ведре проделаю отверстие. Закреплю всю эту конструкцию на крыше трейлера. И повешу шторку для душа. Теперь я могу выкупаться. Папа, ты готов? Сыграем в баскетбол. Пожалуйста. Ладно. Отдай мяч. Они неисправимы. Добро пожаловать. Не терпится посмотреть. Здесь настоящая свалка. Да, порядок навести не помешает. Дорогой, вот ты этими займись. Я? Ладно. Ничего сложного в уборке нет. Сперва смахну пыль. Но что делать с этим мусором? Припрячу в надежном месте. Готово. Вау. Джейк, ты отлично поработал. Спасибо. А это что такое? Ты все ненужное спрятал под ковром? Я не знал, что с ним делать. Стой. Дорогая, успокойся. От меня не уйдешь. Родители. Все приходится делать самой. Мусор. Пакет для мусора. Одежду аккуратно сложу и отправлю на полку. Стол протру получше. Здесь будет место для мягких игрушек. А теперь ковер. Для начала установим вигвам. Я принесла ткань. Готово. Ты неси игрушки. Я принесу бассейн. Кидай. Здорово. Так горку не установить. Подержи. Это так мило. И у нас есть основание для настоящей горки. Теперь займусь качелями. В доске сделаю отверстие и завяжу веревки понадежнее. Закреплю на крыше. Веревка выдержит даже меня. Мягкая подушка. Будет не лишней. А окно задекорирую розовым мехом. Вот так. Еще немного. И... Сюрприз. Вау. Я первый. Папа. Здесь есть качели и горка с бассейном. И вигвам. Мам. Может, в Диснейленд? Согласна. Джейк, я проголодалась. И я. Дайте мне одну минуту. Ресторан у Джейка начинает свою работу. Стол, стулья, сервировка. Добро пожаловать. Вау. Как здесь мило. Наше меню. Что будете заказывать? Мы попробуем ваше фирменное блюдо от повара. Заказ принят. Два блюда от шефа и поскорее. Будет готово через пять минут. Придется немного подождать. У повара много заказов. Подождем. Скоро уже. Еще пять минут. Живая музыка, чтобы скрасить ожидания. Вау. Браво. Это было прекрасно. Заказ готов. Минуту. Ваш заказ готов. Приятного аппетита. От сосисок остался один пепел. Что скажете? Закажем пиццу? Согласна. Ай. Сколько можно падать? Так смотреть кино невозможно. Нужно придумать другой способ. И я его придумал. Из белой простыни сделаю экран. И украшу фонариками. Бассейн превращается в зрительный зал. Для этого добавлю мягкий плед и подушки. Включаю фонарики. Китти. Вау, Джейк, это настоящее волшебство. Киносеанс начинается. Кинокомпания Вуху Вау представляет. Уютная домашняя вечеринка. Свечи, кофе, селфи с сестренкой и... Тараканы в доме. Эрика, там тараканы. Что нам делать? Звони дизинсектору. Кэнди, у тебя на голове. О нет, прячемся. Скорее. Кэнди, приезжайте. Это срочно. Спасите нас. Хорошо. Уже еду. Тараканы, пришло ваше время умирать. Кэнди, смотри. Нет. Бежим. Гадкие тараканы захватили наш дом. О, а кто это здесь лежит? Его тоже убил таракан. Нет. Привет. Дизинсектора вызывали? Да. Умоляю, спасите нас. Я беру тараканов на себя. Доверьтесь мне. Работает профессионал. Фух. Мы спасены. Святые жуки. Какой ужас. Высшая степень тараканизации. Вход в дом запрещен. И где же нам жить? Есть идея. Можете пожить в моем трейлере. Он припаркован вон там. Окей, спасибо. Удачи, девочки. Ненавижу тараканов. Вау. Неплохо. А что будет, если нажать на эту кнопку? А вот и свет. Здесь миленько. Фу. А что это за вонь? Смотри, Кэнди. Табличка про вонь. Осторожно. Очень воняет. Надо повесить ее на весь трейлер. Нам нужно переодеться. Эй, ты с камерой. Не подглядывай. Вот так намного лучше. Ну что ж, это наш дом на ближайшее время. Принимаемся за работу. Больше никаких упоминаний о жуках. Все лишнее на улицу. Смотри, я нашла краску. А у меня здесь кисточка и спецодежда. Отлично. О, Эрика. Ты в порядке? Дыши. Спасибо, Кэнди. А вот и перчатки, чтобы не запачкать руки. С моими перчатками что-то не сложилось. Вот эти перчатки намного лучше. Приступаем к покраске. Для начала покроем стены белой краской. Мы быстро приведем этот трейлер в порядок. Первый этап завершен. Приступаем к основной покраске. Розовый. Оранжевый. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Ладно. Мы сделаем разноцветные стены. Яркий узор на белом фоне. У нас получилась красота. Дай пять. С покраской покончено. Что еще придумать? Точно. Загляну в свой волшебный чемоданчик. А кто это у нас тут такой розовый и с рогами? Мууу. Задекорированный череп быка. Я повешу его на стену. Эй, что там меня держит? Юбка порвалась. Хотя, это идея. Из юбки получилась очень милая шторка для окна. Подрежем ее нижний край. Так намного уютнее. И не забудь про голову быка. Отлично. За окном уже стемнело. Идем смотреть на звезды. Вау. Какая красота. О, смотри. Это наш дезинсектор. Наглые тараканы. Мы еще поговорим завтра. А теперь пора спать. Мои удобные подушечки. Эй, Кэнди, у меня есть идея. Согласна. У Кевина слишком много подушек. Мы одолжим две. Спасибо. Кыш, тараканий монстр. Ты не пройдешь. Кевин даже ничего не заметил. Ты молодец. Нет, это ты молодец. Нет, ты. Нет, ты. Не толкайся. Бой подушками. Теперь это вата повсюду. Даже на потолке. Выглядит не очень. Но я знаю, как это улучшить. Обклеим весь потолок кусочками ваты. Словно это белые облака. Хорошо, что я взяла с собой свою светодиодную ленту. Прекрасная идея, Эрика. Крепим ленту на ватный потолок. И включаем. Устроим вечеринку под облаками. Диска, очки и музыка. Доброе утро, Эрика. Доброе утро, Кэнди. Отметим новый день баночкой вкусной газировки. Эй, а что мы будем делать с этим тараканьем желе, которое осталось у Кевина? Фу, гадость. Хотя, я могу даже гадость превратить в красивый декор. Таракану очень идет этот розовый бантик. Добавим арома свечи. Ммм, запах лаванды и счастья. Теперь здесь не воняет, как прежде. Пока, вонючая табличка. О, канат. Для чего он? Эту веревку я уберу. А вместо нее мы повесим веселую гирлянду с флажками. Кэнди, не поможешь мне? Я все сделаю. Флажки отлично вписались в наш интерьер. А что будем делать с веревкой на полу? Есть идея. Это будет ковер. Руки вверх. Беремся за дело. Начало каната заворачиваем и фиксируем клеем. Затем заматываем и приклеиваем канат по кругу. Давай украсим ковер помпончиками. Готово. Вот такой милый коврик у нас получился. Я занесу его в наш трейлер. Какой милый цветок. Смотри, что у меня есть. А где ты взяла цветок? Нравится? Теперь он будет жить с нами. Еще один шуруп, пожалуйста. Эй, Кэнди, кто это? Ты кто? Привет. Вам пришла посылка. Распишитесь. Распишитесь, но мы ничего не... Конечно, я распишусь. Спасибо за доставку. Идем посмотрим, что нам прислала вселенная. Вау, это горка. Раз, два, три. Я первая. Эй, Кэнди, смотри, как я съезжаю. Приземление оказалось слишком твердым. У меня есть идея. Где-то здесь у меня был надувной бассейн. Вау, я надую его. Фух, воздуха больше нет. Держи насос. Окей, спасибо. С насосом намного легче. Вдох, выдох. Что? Теперь мы можем съезжать прямо в бассейн. Я сейчас. Всем спасибо. Мой проект завершен. Дом снова открыт для пользования. Никому не интересно. Ныряю. Ауч. Кевин? Девушки, я закончил. Можете возвращаться домой. Не нужно денег. Вы так красиво украсили мой трейлер. Я мечтал жить в таком всю жизнь. Подушечки и цветок и гирлянды. Пора домой, сестренка. И ни одного таракана. Сестры Кэт и Бетти впервые пришли в салон красоты. Старшая сестра первая решилась на преображение. Младшая переживает, что это может быть больно. Лучший стилист города работает над образом Бетт. Он начинал со стрижки газонов. После перешел на домашних питомцев. А уж после на их хозяев. Нет сомнений, что это будет его новый профессиональный шедевр. Ого, в чеке, похоже, какая-то ошибка. Слишком много лишних нулей. Такой ситуации девочки не были готовы. У них двадцатка на двоих. Придется оформить возврат товара. Стилисту не впервые выпроваживать клиентов. Последними были хомяки со своим маллетом. Так девочки наткнулись на заброшенный трейлер в переулке. Кэт быстро смекнула, что нужно делать, и есть в ней предпринимательская жилка. К тому же она внимательно следила за стилистом. И там ничего сложного, это может делать любой. Побольше звезд на вывеске, и трейлер станет их салоном. Инструменты есть, остается дело за фантазией и креативом. Грязи, конечно, здесь, как в предвыборной гонке. Сестры полны энтузиазма, и трудности их не пугают. А вот пауков Бэт боится до ужаса. Она даже Питера Паркера не находит привлекательным. Коварная паутина так похожа на сладкую вату. Ей точно не место в салоне красоты. Кэт зацепилась кофтой за торчащий шурух. Видимо, трейлеру понравился мягкий материал. Ну, раз так, значит, придется его обшить им. Тем временем Бэт сделала бомбезную вывеску. Нужно закрепить ее повыше, чтобы видели даже пассажиры пролетающих самолетов. Как мы уже поняли, любимые цвета девочек – голубой и розовый. Кэт о задаче на вопросам потолка. Краска уже закончилась, так оставлять нельзя. Но она стащила с того салона красоты тюбик суперконцентрированного лака для ногтей. Бэтти случайно проявила инициативу, стильно разрисовала стены остатками. Кэт восхищена талантом сестры. Девочки стащили светодиодную ленту из ночного клуба. Все равно там днем все спят. Смотрите, одна из звездочек засияла. Значит, они все правильно делают. Бэтти четыре часа вручную делает декор для зеркала. А младшая сестра только мешает и совсем не помогает. Это такой возраст. У нее много энергии и быстрая смена настроения. А как насчет сменить прическу? Нужно же на ком-то Бэтти учиться стрижке и покраске, а сестру не жалко. Минуточку, а если это Кэт, то кто тогда в кресле? Это же соседка Эмма. К счастью, она неплохо зарабатывает и давно думала о смене имиджа. Бизнес пошел и еще одна звездочка. От нервов Бэтти сильно потеет за работой. Она залила своим потом возмущенную клиентку. Плохие отзывы в интернете им не нужны. Придется всю выручку потратить на сушилку. Ее все равно однажды пришлось бы покупать, чтобы Кэт могла поиграть в космонавта. Чтобы реабилитировать репутацию салона, нужно чем-то угостить клиентку. Потому что она все еще недовольна и пахнет, будто бежала марафон. Кофе и круассане нельзя было доверять Кэт, она слишком неуклюжа. Вот и первый недовольный клиент. Ну ничего, бывают и плохие дни. О, богатая клиентка пришла на услугу автозагара. Это шанс хорошо заработать и зарекомендовать себя. Главное, чтобы Кэт все не испортила. Лучше доверить это Бэтти. Конечно, у них есть такая услуга. Нужно встать на указанное на полу место. Запускаем радиоактивное облучение. Так, стоп, а куда подевалась Кэт? Естественно, ей понравилась эта микроволновка и она хочет хот-дог. Сестры занялись шпионством. Вы, наверное, их сразу не узнали из-за шляп. Успех их бизнеса зависит от провала конкурентов. Кэт просит подровнять ей кончики. Этот стилист ничего не подозревает. Он слишком увлечен своей работой. Ради этих усов им пришлось подстричь кота в переулке. Пока профессиональный стилист меняет ножницы после каждой пряди, Бэтти ползает по полу и собирает их. С инвентарем у них в салоне большие проблемы. Приходится воровать. Бэт из ножниц сделала украшение, а можно было им стричь людей. Кэт сама спаяла умный маникюр на кружке юный радиотехник. Тестировать, конечно же, лучше на сестре, а не на себе. Просто засовываем палец и программируем машину. Ух, страшно. Удивительно, палец у нее все еще есть. Она работает, с ума сойти. Кэт молодец. Наконец-то мы нашли ее талант. Бэтти решила посмотреть, на что эта машина способна, и ничего из этого не вышло. Наверное, заглядывать туда не стоило. Теперь она пятая черепашка-ниндзя. Бэтти одолжила у черлидерш косметику. Они пока об этом не знают. Раздевалку нужно закрывать. А Кэт наводит порядок в салоне. Она случайно запылесосила бигуди. Она слишком много косячит в последнее время. Вернуть без катастрофы не получилось. Она разбила лампочку. Но Бэтти практикует позитивный настрой. Стрелять бигудями из пылесоса ей показалось хорошей идеей. Они зарядили все, что было, отошли в безопасное место и запустили свою установку. Так можно разнести весь салон. Но им повезло. Бигуди собрались на потолке в прикольную люстру. Похоже, удача им сегодня улыбается. Они снова на коне. Звездочек становится все больше и больше. Бэтти ест мороженое, младшая убирается. Вроде все справедливо. Кэт нашла старый водяной пистолет и случайно нажала на курок. Вау, даже наоборот, мороженое Бэтт значительно увеличилось в размерах. Да это не водяной, а волшебный пистолет. Видимо, остался от старых хозяев трейлера. Аккуратнее с головой, на ней же волосы. А эти звездочки могут пригодиться. В это сложно поверить, но в салон выстроилась огромная очередь. А салон конкурентов закрывается с кучей долгов перед банком. Бедолага-стилист будет жить на улице и пытаться заново построить карьеру. Он хотел сделать укладку, но ему вход в трейлер строго запрещен. Сегодня весь мир против него. Тем временем в салоне сестер происходят настоящие чудеса. Вместо денег Бэтти дали билеты на рок-концерт. Какое совпадение, ведь сестры обожают тяжелые рифы и крики. Пора в отпуск, они отлично потрудились.